Здарова! Мы сейчас вместе с вами посмотрим новый ролик от Киндема. Кстати, давно от него не было роликов. 18 безумных деталей в RDR 2. Погнали! Red Dead Redemption 2. Игра, где можно угонять машины. Не играл. Не играл. Не играл. Кстати, заодно хочу спросить. Размер яичек у коня. Хочу спросить, пользуясь случаем заодно у людей, которые сейчас знают, да, кто... Как бы в России и Беларуси, как сейчас покупать игры. Вот как мне тебе купить Red Dead Redemption? Никак. У меня в Steam его нету, просто он типа исчез. Кто знает, как сейчас покупать игры. Клич о помощи. Напишите по комментариях. Коня! И в которой куча безумных деталей! Главное, что можно взорить на яички. Если вам любопытно, каким образом игра про ковбоев и лошадок по-прежнему не теряет популярность, то давайте взглянем на ее безумные детали! Если вы будете вести себя как токсичный придурок внутри лагеря, и единственное, что будете делать, это уничтожать... Всех бить? То тебя потом тоже и забьют? Ого! Ого! Прикольно! Вот, захватит! Классно! Прикольно! Детальки! Блин, клево! Это игра вообще продуманная очень сильно! НПС будут спрашивать вас, усвоили ли вы урок! Как многие знают, в игре есть текла чешуистов! Но для тех, кто не в теме, объясню в двух словах! Чешуисты, это они типа любят что-то чесать все время, поэтому чешуисты... Или чешуйки любят? Или они там, да... В тандемсе, вы можете встретить мужчину, который будет втирать вам про апокалипсис, и как вера в чешуистов спасет этот мир! Далее, если вы отправитесь на гору неподалеку от Мустан-Понт, то на горе встретите их обряд, который заканчивается их полетом с горы, с криком Челония! И вот тут спрятана сумасшедшая деталь! Если вы прыгнете вслед за этими чудилами, то Артур, как и члены секты, крикнет «Челония!» Да? А дальше? Что закончится? Ой! Челония! И смертушка! Логично! Прикол! Уверен, это ни для кого не секрет, то, что в начале игры вы играете за Артура, потом он умирает, и вы играете за Джона Марстона! Так вот, когда в игре вы находите новые объекты, то персонажи рисуют у себя в дневнике на память! И вот один из игроков заметил, что Арту рисует гораздо лучше и детальнее, чем Джона! Сравните сами! А, да, прикольно! Крайне занудная деталь, однако под вечер, когда все ложатся спать, а вы как зануда зайдете кому-то в шатер и будете стоять там неподвижно, то... Это на все что похоже! На жителя Майнкрафта, когда ты ложишься спать, и житель такой стоит и смотрит на тебя, что ты залил его кровать, типа такого! Писи вас просто прогонят! Хм! А, не нравится, что ты смотришь! Видишь, закрылся, все! А, если будете пялиться на чью-то жену, то тем более! Кстати, кстати, еще одна мини-деталь! Ни в коем случае не будете людей рано утром! В это время... Они очень недовольные! Ого! Как в жизни! Эта деталь я узнал с канала GameBest! Если вы будете гоняться за кроликом от 10 до 15 минут реального времени... А в теке один кто-то гонялся! 10-15 минут реального времени! Кто-то гонялся? Нет, да! Как прикольно! Он добежал до норки! И подписчики из ТТ спрашивали, что будет, если закинуть туда динамит! Я вообще... Какие добрые подписчики! Какая прелесть! Они такие... Кролик добежал до норки! Что же можно сделать? Можно покормить парковку, чтобы его вывезли! Динамит! Найс идея! В случае осуждаю данный эксперимент, но это ради интереса! Крольчатина? И ничего? И он сейчас выглядит такое... Что-то мне подсказывает, что этого кролика мы уже точно не увидим! В лесу можно найти ядовитые растения для крафта ядовитых стрел и ножей, однако, если вы удумаете их схавать, то персонажа начнет тошнить! Но она же ядовитая! Опа! Ооо, прям с блеводкой! Продумано! Быстро дошло, кстати! Если закинуть струб в реку, то рано или поздно арригатор его утащит в воду! Да? Во, смотри! Вау, блин! И анимация такая прикольный, побежал! Блё! Эту деталь можно увидеть с помощью мода на фрикамеру во время того, как персонаж пьет, у него реально двигается кадык! Двигается кадык! Да-да, вот смотри! Прикольно! Это ж как они продумывали в мелочей сколько, да? Не так хорошо, как в деревне! Да, логично! Классно! В реальной жизни тоже так! Из-за света! В городе пыли больше, чем в деревне! Пыли? Эти частицы рассеивают огни города, что делает небо более светлым! На светлым... А я думала, из-за иллюминации, ну, типа, в городе больше света! А, ну, может быть, поэтому в городе больше пыли, чем в деревне, частицы рассеивают огни города! А, ну вот, да, огни города! Я думала, из-за того, что в городе очень много подсветки, и поэтому звезд как-то не видно из-за этого! Видимо, они как-то чего, от пыли отражаются, или что? Ну, как-то так, с теми. Тебе сложнее увидеть звезды! А-а-а! Теперь понятно! Это чуток жестокая деталь, про которую я уже делал шортс! Если ходить с разными трупами животных рядом с другими NPC, то они будут возмущаться в зависимости от того, какое у вас животное! Если у вас скунс, будут говорить про скунса! Эта чертова штука воняет хуже, чем ты! Ого! Если у вас будет оленя, на минутку в игре более двухсот видов животных! Про каждого говорят реплики! Благодаря Валере многие про это знают, но в любом случае эта деталь заслуживает упоминания! Совместно с прохождением меняется и карта игры! Кто-то построит дом, где-то появятся новые здания, где-то получат реплики, а где-то даже целый лес! Ну, офигеть! Про эту деталь я узнал у геймертека, один из лучших каналов про Red Dead Redemption 2. Большая лошадь перепрыгивает большее расстояние, чем маленькая лошадь! Слушай, ты сильнее, да? Смотри! Ты маленькая понюха! А реально! Это осёл вообще! потому что вы будете гладить и хвалить, и в следующей встрече придут к вам зашли... Смотри, они запомнили! Какая мемота! Класс! Для этой детали я потратил минут 20, но оно того стоило! Если следить за NPC, который обедает в ресторане, то можно заметить, что он реально доедает до конца свою еду! Не просто ест пустую! Но пока я смотрел на него, я реально проголодался! А всё-всё-всё доел! Блин, нафигеть! Но я как-то не обращал на неё внимания! Хочется поиграть, да? Да! То можно заметить, что у лошадей есть подковы! А как и полагаются! Однако, если вы оседательны А у диких нету! То, само собой подковы не будет! Да, офигеть! Для этой детали я снова буду юзать модно-свободную камеру, но на этот раз мы будем смотреть, как девочка реально ест! Орешки кушает! А теперь вы понимаете, почему GTA 6 ещё очень долго не выйдет! Да, видимо, они тоже хотят такую максимальную детализацию сделать! Слушай, она получается реально щёлкает, он видишь, скорлупки даже падают! Говоря о животных, хотелось бы упомянуть опоссума! Для тех, кто не теряет зверёк, который чем-то похож на енота, но обладает странной защитной реакцией! Дай, 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 дай! Ого! Типа я мёртвый! Ты что, здоровый такой? Я думаю, он маленький! Глянь! Он реально тоже притворяется мёртвым! Ты типа увидел? Я так! Офигеть! Офигеть! Когда вы набухаетесь до такой степени, что моментально уснёте, то в итоге вы проснётесь в тюрьме! Ну правильно, заснуло, арестовали всё! Угу! Ну, посадили! В беспорядочке! Окаш! Заслуженно! Думаю, так или иначе, вы в курсе, что можно пойти в цирк или в театр? Ну, если вы будете оскорблять артистов во время выступления, то они из-за волнения провалят всё выступление! А, вот, вы распорядили, шкур, злить, да! Давай, зли, зли его! А кувалдой бьёт! А, он снова... У-у-у-у! Да, и он биба! Давай, дуй, дуй, дуй! Азвучка там английская, да? Полностью. Ого! Ого! Разозлился как! Блин, тут сейчас жёстко будет явно с фаер-шоу! Тихо, мужик, не надо злить! Может, не надо? Это небезопасно! Надо, давай! А у человека другого подожгло! Поймать пулю! О-о-о! Вадим такой... Не поймал! Ну, поймал технически! Яйцами! Или не поймал, может, она сквозь прошла! Как многие знают, либо слышали об этом, алкоголь крайне колоритный продукт! Ну и вот, если вы будете очень много пить, то вскоре растолстите! О-о-о! Прикол! Если продрявить бак с керосином, то с него будет стечь керосин! Но! Но, в отличие от GTA 5, где жидкость разливается не больше, чем на 5 метрах, то в RDR2 она разливается до 40 метров! Так, бочка большая! Ну и, конечно, грех ее не поджечь! Это... Прямо как, знаешь, в фильмах и мультиках показывает эта дорожка! Идешь такой, смотришь! У-у-у! Идешь, идешь! Или потом очень, даже как будто порвать... Трава должна была загореться, мне кажется, сухая! Да! Если взорвать динамит, то камни физично спустятся вниз! Я попробовал на них прокатиться, как я делал это с капотом в GTA 5! И, грубо говоря, это тут тоже работает! Для тех, кто не в теме, заранее поясню, что рядом с заводами большинство водоемов отравлены, ибо в них выливают все отходы! Так что, если вы поймаете в ней рыбу, съесть ее вы не сможете! Типа, она ядовица будет! Потому что она тоже отравлена! Огромное вам спасибо за просмотр! Блин, прикольно! Слушай, такая игра детализирована! Ну, она стоит своих денег! Поэтому, я помню, когда она выходила, она была очень дорогая! Очень дорогая! Но она прям очень стоит своих денег, Не захотел играть, и не надо, и поздно! Не знаю, не участвовать! Не участвовать! Не, вообще, она реально очень крутая! Столько-столько нюансов! Ты думаешь, они настолько на каждой мелочи заморачиваются, знаешь, чтобы кадык двигался, чтобы человек там толстел, чтобы опоссом притворялся мертвым! Кто вообще на этом заморачивается? А на самом деле, такие мелочи, они же очень сильно составляют атмосферу игры! Особенно, когда ты много чего уже поделал в игре, основной все сюжет прошел, там, квесты прошел, ты же просто тебе игра нравится, бегаешь, и когда такие детальки подмечаешь, это же прям 100-500 очков плюс в игре дает! Так, я жду шестую года! Короче, вот такая получилась реакция! Спасибо за просмотр! Пока! Неплохо, неплохо! А давай еще это видео посмотрим! А может, лучше это? Сложный выбор!